Всем привет! Я такая, сегодня уже на летних лайбах. Еду на пикник к морю. Настя предложила сегодня съездить в хост на спот, а я очень хотела роллов. Я говорю, я поеду с тобой только если мы закажем роллов. В итоге у нас вышла идея, что мы и там посетим, и пикник устроим, и контент поснимаем. Спасибо. Поэтому я сегодня такая приоделась. Еду на свидание. Сегодня море с небом слилось в тумане. Море с горизонтом сегодня сливается. Столько красивого контента с Настей мы делали. Офигеете. А вообще изначально приехали в хост на спот. Это уже так, роллы заодно. Сейчас пойдем пить кофе и сидеть на этой террасе с видом на море. Смотри, какая красивая. Слышала? Это на видео подтверждено. Мы с Анастасией пришли в пол-одиннадцатого ночи, уже в одиннадцать, не знаю, есть мак. Потому что мы завтра решили весь день провести вместе. Вообще не планировали, но в итоге накидали завтра уже планы в теки. Ну и все, погнали. Я сегодня вообще планировала сидеть дома, но Анастасия устроила истерику. Вот пришлось к ней ехать разбирать ее психологические травмы. Вышла подышать воздухом и немного поработать, потому что что-то дома я не могла собраться. Постоянно все отвлекало. Музыка, готовка, уборка. В общем, я такая, думаю, надо ли куда-то срочно идти, потому что мне нужно сдать фотографию. Зашла в свою любимую кондитерскую, взяла бамбл. Боже, как у меня 100 лет наступило. Это бамбл и экспрессо-тоник. И торты там все взяла. Сейчас думала, что ты можешь ходить на набережную, попушить, обработать фотографии и идти домой. Еще на Новый год Катя в Никее дарила мне антисептик. Ну, там много чего, но там был еще антисептик. Я думала, что он с подружки. Не пользовалась ему. Вчера узнала, что он с молекулы такая. Все. Тысячу фотографий ему сделала. Но он вообще не выглядит, как будто он с молекулы, но представляете? Я офигела, говорю, ты что затурела? На антисептик только денег тратить. Апрель, чтобы вы понимали. Все-все уже купается. Все уже кайфуют. Кстати, вы заметили, что второй день, вот вчера тоже, горизонт с морем сошелся, как будто песок накрыл. Вот реально есть. Получится, даже пахнет песком. Может, там в мире что-нибудь произошло, не знаю. Буря какие-нибудь. Что оно прилетело, потому что прям и вода желтая, и горизонт желтый. Все в песке, и пахнет песком. Не знаю. Я посмотрела, сколько людей на набережной, не хочу здесь съесть. Пойду, наверное, в парк какой-нибудь, чтобы там потише было. Хочется спокойствие, как всегда. Вот видите? Прям такая серость бежевая. Точно, где-то что-то прошло. И до нас дошло. Долетело. Я вам точно говорю, надо ось прочитать. Да, я понял. Да, в этом году. Вы заметили, кстати, как я хвост начала по-новому делать? Настя меня научила, но тебе так нравится. И удобно, и красиво, и что-то новое. Приехала к Насте, потому что мы собрались сегодня устроить ночевку. Но перед этим мы хотим съездить в Пимс, в Адлер. Посмотрят влоги, я ездила специально на Розах Уже, чтобы там попробовать Пимс. В итоге приехала, а они закрылись. Сейчас майские праздники у нас, Насте, выпадают в выходные. И мы еще не откладывали это дело. И сегодня провестили вместе, и еще просто ездить туда, как я давно хотела. Вот так вот, пока к ней добралась, где-то, наверное, час ехала. Шла и ехала. Уже устала, никуда не хочу. У меня закончился карандаш для бровей. И я решила помыть, Настя, что-то я тут накрасила, конечно, так себе. Краской, все, там краска уже туда, куда надо. Я скоро приезжаю из этой квартиры. Слышишь, Настя? Да. Мне грустно, что ты переезжаешь из этой квартиры. Так еще пока еще целый месяц. Но все равно, знаешь, тут такие хорошие времена у меня теперь ассоциируют. Столько контента здесь не снимали. Новый гос здесь отмечали. Все, вот такие брови получились. Кстати, на видосе нормально. В жизни я как будто реально армянка. Смотри, балкон у тебя здесь красивый. Свет хороший. Вообще мне нравится эта квартира. Люблю. Я как будто сама тут жила и теперь снизяю. Я еще в мокром кардигане, потому что я очень хотела надеть это платье. Сегодня прохладно, потому что был дождь. Я очень хотела надеть это платье, поэтому хожу такая. Мокренькая. После сегодняшней поездки в Пимс, мы с Настей поняли, что у нас вообще нет стеснения. Нам Катя говорила о том, что главное в общественных местах фотографироваться и быть несковыми. Мы вообще нет. Мы же все попипикали, посъедавили. С нами все прохожие поговорили, чел на лавочке сидел. Мы полчаса вот у него фотографировались. Он с нами тоже начал как-то контактировать. Это вообще не смущило. Я еще и влоги Насте снимаю, просто я на улице. У меня вообще пофиг на людей. И вот мы сейчас стоим, чтобы понимать, тут кучу людей ходят. Центр, да, наверное, не знаю где. Центр Адлера. Ну их вообще... Я Настя в моменте сказала, я поняла, что я реально людей вообще не замечала. Ангелина посреди Адлера. Нашла кусты. Делают красивые съемки. Тут ходят люди. Ее ничего никогда не смущает. Подожди. О, сфокусировалась. Ну вообще огонь, берем. Мы пошли в Сесилию. Я очень замерзла, почему бы чая горячего. Мы еще взяли, пьемся холодный чай. Насте сразу было про горячую. Когда нет, ничего сдавела. Сама сидеть и трущиться, потому что я-то хотя бы в кардигане. А она вообще будет в лифтон. Саш, покушаем. Согреемся. И поедем домой. У Насте вообще как семейная пара. Недавно сидели у меня. Настя говорит, у нас лед закончился. Я говорю, у нас. Сейчас сидим с ней. Говорит, надо ехать домой, купить нам продукты. Да и что? Я заказала себе курочку. Настя, там котлеты. Еще мы с собой взяли пиццу. Представляете? Настя говорит, мама. Так, ну ладно, ладно. Давай, возьми. Заказывай с собой. Давай. Мне сказали, я не буду есть пиццу. Я сегодня зайду в зал. Такая ты красивая на видосе. Настя всегда пересматривает влоги на X3, чтобы просто посмотреть, как она выглядит. Она ненавидит снимать своего влога. Она говорит, не снимай меня, я некрасивая. И она сейчас пошла в ванну, такая говорит, ты влог сегодня еще будешь снимать. Я как-нибудь смотрю, тогда я умываюсь. Вообще, Настя пришла с тренировки. Я ждала ее дома, докладывала историю. Сейчас будем пиццу, пасху, чипсики и смотреть фильм. Ну а завтра я поеду снимать Воронцовские пещеры для аккаунта турагентства. Но это будет примерно в час. Там я смогу выспаться, густо позавтракать. Обожаю ночевать в Насте, потому что я красивая. А она готовит. Мы дошли до Писерс, вот эти все в Лианах. Прикольненько. Натти было тяжело, потому что все камни скользкие в воде. Надеюсь, что это того стоило. Хотя я уже вижу, что, наверное, там будет красиво. Я в этих пиццерах не была. Была только в Новом Афоне в Абхазии. Но тут, по идее, тоже должны быть залогниты. Посмотрим. Я оделась, конечно. Идеально для атмосферки недравто. На самом деле, я просто не учевала Насте. И у меня не другое тишто, поэтому я как будто на свидание. Но в пещере. Ой, сып, грязь наступила. Короче, хочу сказать, что мне Новоафонские пещеры понравились больше. Вот, они как будто бы не масштабнее. И просто там прикольно, что звучали симфонию Баха, чтобы послушать акустику. Вот. Прикольно, но из-за того, что есть чем сравнивать, мне не особо нравилось. А еще у меня лук. В общем, сегодня вечернее платье. Old money, кардиган. Потому что я же оставалась Насте сочевать. И не взяла сам вещи соответствующие. Хожу теперь в платье. Такая тетя деловая. Трэш. Вот здесь вот мой old money. Что вы представляли? А еще взяла с собой Пасху с водой, чтобы поесть. Между маршрутами. Вот и забыла ее в машине. Поэтому теперь мечтаю вернуться и съесть. Я теперь до Пасхи, когда там 5 мая, буду каждый день их есть. Так у меня каждый год происходит. Не знаю, когда я их вижу, такая, все, такое мы берем. Все, потопали обратно. Нам еще по таким булыжникам минут 20, наверное, спускаться. Зато теперь я точно кроссовки постираю. Это давно собиралась, никак не могла это сделать. Сегодня тот самый редкий день, когда я на работе. Что-то снимаю, поволок такая. Кто забыл, работаю. Я сегодня накрасилась, потому что хочу оформить мой путь в актуальное. Ну, вернее, домашку сделать актуальное. Вот, закрепим. И я хочу поставить фотографию о том, что я фармацевт. А у меня нет нормальной фотки. И я сегодня, конечно, такая... Прехорошилась, потому что на неделю. Так как я на работу хожу, наставлять никуда нельзя. Я себе выбила на работе чипсы. Вот. И хотела рассказать о том, что я на работе часто делаю работу другую. Вот. И когда я захожу в свои планы, то у меня задача, типа, паковать аккаунт. Ну, просто, как пример, возьмем паковать аккаунт. То есть это нельзя сделать вот сейчас. Взять, сесть и сделать. Потому что, чтобы паковать аккаунт, нужно написать текст. Нужно придумать дизайн к этому тексту. Нужно это все выставить из-за ритейл. Нужно придумать, как это все подать. То есть это, ну, нелегко. Плюс для того, чтобы это все задизайнить, нужно научиться дизайнить, как бы. Такие сложные задачи нужно разделить на подзадачи, как я поняла. Потому что я уже неделю открываю блокнот, смотрю свою планы такая. Закрыть. Потому что я просто элементарно не понимаю, за что мне нужно хвататься. Нужно такие сложные задачи делить. Потому что закрывать этот блокнот можно так просто бесконечно. А сделать мне это надо. Потому что я планировала это всё делать до отпуска, и в отпуске уже всё параллельно с лайком выставлять. Так как у меня не будет долго, вот, и я планирую там по большей части снимать влоги и истории. Так вот. Я монтировала влог, и заметила, что я рассказала про то, что я была на Афонских пещерах, и там включали девятую Симфонию Баха, или седьмую. Я так и не вспомнила концу влога. Я ощущала, что, ну, эту историю надо рассказать как раз в завершении влога, потому что она очень смешная, я её запомнила на всю жизнь. Да и в целом все люди в этой пещере, наверное, запомнили на всю жизнь. Вообще мы поехали с моей подругой и мамой в новый Афон года два, наверное, назад. И мы просто всю поездку ржали, потому что мы встали в шесть утра, оно было очень плохо. Единственное, о чём мы вывозили, это просто на шутках, смехе, и вообще просто нам было до истерики смешно в этот день. Дико нас разрывает, знаете, это когда ты просто не можешь успокоиться, смеяться. И вот мы в таком состоянии проходили весь день. Мы заходим в эти пещеры, всё смотрим, красиво, классно, столовниты, туда-сюда. И в моменте включается симфония Баха, а мы, ну, прослушали всю экскурсию, мы вообще не поняли, что к чему. Просто разрывает вот этот момент от смеха, потому что, ну, это такая похоронная музыка на органе. В итоге оказалось, это для того, чтобы послушать акустику зала, ну, вот, пещере потом, как нам рассказала-то мама, потому что мы все прослушали, но нас настолько разорвало, а там, ну, пещера, то есть там слышно всё. Настолько громко смеёмся, что перекрикиваем эту симфонию. Нас ненавидят все люди, которые там. Мы испортили этот момент прослушивания, потому что мы просто не могли успокоиться. Ну, вот, нас просто вынесло с этого. И я ещё отхожу от него и говорю, всё, типа, говорю, всё, я, ну, типа, рукой ей показываю, надо успокаиваться, потому что, ну, это позор, просто позор. И она ещё опять ко мне подходит, и начинаем ещё больше ржать. Я думаю, что этот момент заполнил весь автобус, нас ненавидел весь автобус, потому что мы испортили момент, но зато было весело ей что-то вспомнить. Вот. На этом буду с вами прощаться. Спасибо, что смотрели этот влог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро увидимся. Всем пока.